Здравствуйте! Вас приветствует канал Шинный Эксперт и его ведущие. Я Андрей Назаров и мой коллега и друг Владимир Вавилов. Всем привет! Также у нас сегодня в кадре присутствует и третий участник. Это новая зимняя шипованная шина от китайского производителя TrackMax модель X-Privilla S500. И по нашему мнению с Андреем эта шина станет практически беспрекословным бестселлером в предстоящем зимнем сезоне 2023-2024. А как вы думаете почему? Чем оценивается эффективность зимней шины? Конечно количеством шипов. А здесь их 270. Больше чем у Michelin, больше чем у Nokian и больше чем у Continental. Да, согласен. На сегодняшний день это самое большое количество заявленное каким-либо производителем зимних шипованных шин в одной шине. То есть здесь 270 в размере 215-65 R16. Это максимальное число шин. И вот у нас сразу с Владимиром возникло несколько вопросов. А целесообразно ли использовать такое количество? И нет ли какой-то тенденции, что чем больше шипов, тем лучше? И в конце концов можно ли доверить свою жизнь новому китайскому производителю, который просто ворвался на российский рынок? С этим вопросом мы обратились к двум представителям этой компании. Это генеральный менеджер Эрик. Мистер Эрик. И его друг? Ну не просто друг, а один из ведущих инженеров отдела разработки Жан Кукоэн. Меня зовут Эрик. Я из Китая. Работаю в компании уже 6 лет. Занимаюсь продажами бренда TrackMax. Я генеральный директор и отвечаю за продажи бренда во всем мире. Рядом со мной наш ведущий инженер, которого зовут Джан Гоу Куэй. Он занимается разработкой шин. Ну и конечно же, любое производство обладает определенным оборудованием и, так сказать, эквипентом, как говорят англичане и французы. Так вот, вопрос, конечно, к Трекмаксу. 20 лет этой компании. Настолько ли современное это оборудование? Настолько ли оно соответствует последним стандартам мировых шинных производителей? Также стоит отметить, что в релизах, предоставляемых компанией, упоминается, что технология и оборудование отвечают самым последним требованиям современной шинной индустрии. Также производитель заявляет о том, что к работе и разработке новых продуктов были привлечены специалисты из ведущих шинных брендов, которые в дальнейшем стали работать на Трекмакс и обогатили их своими знаниями, которые те успели воплотить в жизнь к сегодняшнему. Да, и наши гости это подтвердили. И у нас есть кадры, которые могут ярко вам показать, насколько современные заводы у компании Трекмакс. И даже визуально, если посмотреть на представленную сегодня модель, видно, насколько детально и точно проработаны элементы протектора, элементы боковины. Сколько мелких точных деталей. Таким качественным изготовлением характеризуются, как правило, только премиальные модели ведущих шинных производителей. Российский рынок поменялся. В первую очередь это было заметно на автомобильном рынке. И последняя статистика АИБ как раз ярко говорит об этом. По-прежнему лидером продаж является Lada. А вторые и третьи места, которые были когда-то за Renault и Kia, принадлежат Haval и Gili. И, конечно же, вопрос. Трекмакс. На каких рынках он был до этого представлен? Ведь у него есть достаточно уже такая история европейская, которая дает ему право претендовать на известность уже у европейского пользователя. Интересно, а как российский пользователь и российский рынок интересен им или нет? Да, очень интересует. С насколько серьезными, как говорится, намерениями компания пришла в нашу страну? На самом деле мы сфокусированы на всех мировых рынках. Продажа бренда составляет около 5 миллионов шин в год. Мы вышли на российский рынок всего лишь два года назад и уже инвестировали в ваш рынок приблизительно 3 миллиона долларов. Это оборудование, создание новых протекторов. Мы считаем и считали раньше, что российский рынок будет перспективным как в прошлом, так и в будущем. Также нас крайне сильно интересовал, каков ресурс у продукции компании Трек Макс. Касательно летнего сезона. Да, достаточно широко известно, что нормальным, адекватной скоростью степени износа для европейских шинных производителей является 3-4 летних сезона при среднеагрессивном стиле вождения. И при среднем пробеге порядка 7,5-8 тысяч километров. Вот мы у наших гостей поинтересовались, а сколько сезонов среднестатистический автолюбитель проедет на шинах Трек Макс? Я думаю, 5 сезонов. Также нас интересовал вопрос, кого берут в пример, на кого ориентируются представители компании Трек Макс при разработке своих новых моделей. Может быть, они вдохновляются произведенными шинами каких-то известных нам производителей уже? Тем более, что в рисунке этой шины угадываются некоторые черты как европейских, так и скандинавских производителей. У нас также есть инженеры на наших заводах, которых мы пригласили из Кореи. Они имеют опыт работы в таких брендах и компаниях, как Hankook и Kumho. Также мы собираем информацию, посещая наших самых больших дилеров и дистрибьюторов в Европе, чтобы сравнить наше качество с такими брендами, как Continental и Michelin. И это является индикатором качества для нас во всем. Также нам известно, что именитые европейские производители, часть из которых покинул наш рынок, трепетно и скрупулезно относятся не только к процессу производства своих новых моделей, но и к процессу испытаний, тестов и дальнейшего вывода на рынок. И вот нам было с Владимиром интересно, а как с этим дела обстоят у компании Трек Макс? Где они испытывают свои зимние шины? И испытывают ли вообще? И испытывают ли вообще? Мы получили сертификаты TUF, а также европейскую маркировку для многих наших моделей. Касательно зимних шин мы проводим тесты в Финляндии по испытаниям на льду и снегу на известном полигоне Тестворк. Но не секрет, что погодные условия и типы дорожных покрытий в разных странах отличаются, и поэтому большинство шинных производителей разрабатывают специальные смеси и рисунки для каждого из регионов. Мы задали аналогичный вопрос, а как Трек Макс приспосабливаются ли их рисунки и резиновые смеси к погодным условиям тех регионов, куда они продают свои шины? Мы создаем разные смеси для разных регионов. Это Европа, Северная Европа и для нашего местного рынка. Протекторы тоже не всегда одинаковые. Мы сердечно благодарим наших сегодняшних гостей за ответы на вопросы. Действительно была предоставлена достаточно ценная и полезная информация. Мы с Владимиром в свою очередь обещаем не оставлять данный формат видео с интервью с представителями шинных компаний. И поэтому, если вы хотите задать от нашего лица какой-либо вопрос представителям шинных брендов, с которыми мы в дальнейшем будем встречаться, обязательно оставьте эти вопросы в комментариях. Мы с ними ознакомимся и обязательно зададим. Ну а главное, ждите ролик, в котором мы сравним технические характеристики Трекмакс Икс Привилы С500, Снокен Хакапелита 10П и Континенталь Айсконтакт 3. Это будет просто взрыв мозга. И чтобы не пропустить эти ролики, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления. А кроме того, у нас есть каналы в Дзен и в Телеграм. Подпишитесь, пожалуйста, и на них тоже. Удачи! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!